Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. На улице просто солнечная, обладенная погода. Я сижу, снимаю для вас мукпанк с дагестанским блюдом, который называется чуду. Решила сделать такое разнообразие. То, чего у нас не было, рецепт у мамы на канале. Ссылочку обязательно оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите. Это просто невероятно вкусно. Я добавила до хрена масло просто. Обожаю, когда масла много. Вкуснотища. Всем моим зрителям из Дагестана огромный привет. Насколько я знаю, это из дагестанской кухни. Всем близкинам, которые меня смотрят. Огромный пламенный привет. Огромные воздушные поцелуи. Люблю я снимать мукпанки. Как ни крути. Люблю. И именно не сладкие мукпанки. А реальные вот такие основательные. Читала комментарии под позапрошлым влогом. И там одна из моих подписчиков пишет. Достала ты уже парня влогами. Раз в три месяца видитесь. И то влог снимаешь. У меня, во-первых, такой вопрос. С чего вы взяли, что мы видимся раз в три месяца? Если я снимаю влог с парнем раз в три месяца, это не значит, что мы видимся с такой периодичностью. Я могу каждую встречу снимать влоги для вас. Просто боюсь, что это не понравится моему парню. Он считает, что мы должны проводить время вместе. А когда я снимаю, то получается, что мы не вместе. Я, он и еще 20-25 тысяч человек. Например, на днях мы должны увидеться с его другом. И у друга есть девушка. И мы хотим сходить на боулинг. Если они будут не против, я хочу снять влог. Но я не понимаю людей, которые из-под тяжка снимают других людей. Я всегда спрашиваю, можно ли я там, ты со спины попадешь в кадр. Ты не против? Если человек говорит, нет, пожалуйста, давай без меня как-то. Я просто не снимаю. Обязательно, если я что-то сняла, я показываю. Например, у жены брата, у Первану, у нее очень крутые родственники. Мне они очень нравятся в том плане, что они раскрепощенные. То есть нету такого, знаете, вот задняя какая-то мысль, еще что-то. И иногда так получается, что попадает кто-то в кадр. И они наоборот. Да снимай, да что. Мы не против, мы только за. То есть я так стеснительно снимаю их. Там только руки, или чтобы лицо не видно. А они наоборот. То есть очень раскрепощенные в этом плане. Очень свойские. Вот, поэтому иногда мы просто видимся и гуляем. Что там снимать? Каждый раз, как мы идем в какие-то заведения, сидим там, немножко прогуливаемся и возвращаемся домой. Какой смысл? Был период, когда я хотела купить квартиру, и мне очень нужны были деньги, в том плане, что у меня был такой мотив, как бы, как сказать, цель была купить квартиру. Я реально очень много снимала. Сейчас мне по большому счету, если честно, нет какой-то определенной большой цели, которую я хочу достичь. У меня нет такого, что я хочу водить рейнджровер, я хочу ездить на мерседесе, там, не знаю, в каком-то дорогом, да? Нет у меня такого. То есть я спокойно, не знаю, какой-то и по Hyundai повожу, и могу и на метро поехать. И абсолютно не чувствую себя как-либо ущемленной в этом плане. Еще опять же у меня появился второй канал. Сегодня, кстати, например, мы с парнем должны были увидеться, но так получилось, что мне пришлось нашу встречу отменить. К нам должны прийти гости. Рецепт обязательно оставлю. Это безумно вкусно. Просто безумно, невероятно вкусно. Очень вкусный чудо. Я решила как разнообразие снять для вас. Тем более, мама недавно сняла рецепт. Думаю, вам интересно будет пройти посмотреть. Мама этот рецепт резко набрал 3000 просмотров. И вы бы видели выражение лица моей мамы. Она была настолько радостная, настолько прям бархала. Сразу сняла еще два рецепта. Говорит, все, надо снимать. Люди смотрят, люди будут ждать. 3000 просмотров, и человек просто летает. У меня 30000 просмотров на видео. Я такая, мало, маловато. Что-то мало. Еще знаете, что я заметила? Когда я монтирую мамины видео, мама настолько радостная, такая заходит, чай будешь? Фрукты будешь? Я уже который раз замечаю. Я говорю, нет, нет, спасибо. Просто кулинарные видео очень долго монтировать. Это так геморройно. Особенно мама это кухол сняла. Это вообще очень долго будет монтировать, потому что изначальный исходник это 4 часа. Из 4 часов нужно сделать 5 минут. Это реально очень долго. И пока я сижу, это монтирую, я мамины видео монтирую где-то 4 часа. За эти 4 часа мама где-то 8 раз заходит каждые полчаса и говорит, может тебе все-таки чай? Понимаете как? Например, мамины видео, к примеру, да чисто экономически будем так рассуждать. Например, мамины видео набирают, они короткие, во-первых, это всего 3-5 минут. И, например, видео набрало 1500 просмотров. Это получается 70 копеек. Это даже не доллар. И учитывая, что я 4 часа работала над этим видео, оно в конце там набрало всего, всего ничего. В это же время можно снять видео на бумажном канале и заработать, например, 40 долларов. Чувствуете разницу? Вы чувствуете эту разницу? поэтому мама прям хочет, чтобы ее видео набирали, потому что мама такая с гордостью говорила мне смонтируй. Вообще, когда я начинала бумажный канал, мама меня на удивление не поддержала, хотя мама всегда поддерживает мои начинания. Мне мама сразу, знаете, что сказала? кто это будет смотреть, Айка? Кому это интересно? Это совершенно неинтересно. Сейчас я показываю на канале, которому всего там 4 месяца, я показываю видео, которое набрало 200 тысяч просмотров, и каждое видео у меня набирает минимум 40. Это почти такой же уровень, как этого канала, но надо учитывать, что на этом канале 250 тысяч подписчиков, а там всего 40 тысяч подписчиков. И мама такая, ну я в этом была не права. Я такая, Аллилуйя, Аллилуйя. Единственный человек, который всегда в меня верит, это мой брательник. Что бы я ни начинал, он всегда нахваливает меня. Вы знаете, у меня такое угрызение совести, если честно. Я не знаю, вам рассказывала или нет, где-то лет 5 назад, когда я не видела ни одного мукбанкера, мой брат заявил нам, что я стану ютубером. Я буду снимать видео для ютуба. Поставил перед собой борщ, нарезал там, не знаю, овощей и сидит, кушает и рассуждает про биткоин, про это, про то. Отправил нам. Вы знаете, мы его совершенно не поддержали. Мамка, что это такое? Сидит, кушает и о чем-то разговаривает. Кому интересно будет на это смотреть? Не позорь нас, удали это видео. Мы его так раскритиковали. И мне так, честно, мучает совесть, угрызение совести у меня такое, что почему я его тогда не поддержала? А еще, не помню, мы еще тогда в Саратове жили, у меня брат говорил, надо покупать биткоин. Я такая, в смысле биткоин? Он такой, ну это электронные такие деньги. Я такая, маме, опять он с ума сошел. И он такой, мама, давай продадим дом и на все эти деньги купим биткоины. И мама такая, опять хочешь нам проблемы создать? Достал уже. У меня просто брат жутко косячный. Когда у него появлялись какие-то идеи, мы вечно его как-то гасили. А сейчас просто, когда я вспоминаю этот момент, знаете, слово жалею, оно просто не характеризует мои чувства. Когда биткоин, не помню, сколько стоит, я помню, что-то в районе тысячи долларов один стоил. У меня брат прям умолял, что давайте хотя бы один биткоин купим, хотя бы один, пожалуйста. и что вы думаете? Мы не купили ни один. Ноль. Вот если мой брательник захочет стать ютубером, я просто руками и ногами его поддержу, буду снимать с ним совместные видео, буду помогать его каналу, потому что я чувствую за собой как бы вину, так скажем. Кроме этих идей, у него вечно были какие-то идиотские идеи. вечно, знаете, он сидел, сидел раз, идея. Но то, что мы тогда не поддержали, он был бы, наверное, одним из первых, кто это придумал. Он, видимо, у американских блогеров увидел мукбанг, ему понравилось, и как Влад А4 все слизывает у американских блогеров, то же самое решила сделать. Мне кажется, мы все подглядываем за Америкой. И что выпускают американские блогеры? Думаю, надо то же самое. Здесь реально было так много кутабиков, но они настолько вкусные, что прям тают во рту. Просто, к сожалению, у меня испортилась флешка. Вот эта флешка, на которую сейчас записывается, вроде бы там 16 гигабайт, и она пустая, но больше 18 минут видео не снимает. Пишет, что карта заполнена. Я форматирую карточку, опять вставляю опять то же самое. Видимо, со временем они как-то портятся. маслина. Говорят, кстати, в них очень много красителя. Пофиг. главно, что вкусно. И давайте забабахаем йогурт. Пока у нас есть пару минуточек. Обожаю этот йогурт донесимо, со вкусом фисташкового мороженого. Фисташкового мороженого. Прям запах лета. Запах мороженого. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Я вас всех очень сильно люблю. Если ваши близкие начинают какое-то дело, не допускайте те же ошибки, которые допустила я. Всех люблю. Пока.